...сбои в поведении, сбои в настроении, тревоги, депрессии, а может наоборот вызвать такую реакцию силы защитной, и тогда многие, я не исключаю, что многие из этих детей, пережившие этот ужас потом, мужчины, конечно, пойдут служить в какие-нибудь спецподразделения, чтобы своим поведением вытеснить из своего сознания страх и ужас. Спасибо. Национальная группа бандитов, но руководят её боевики с хорошо известными именами. Ответов на вопрос, почему они выбрали именно Беслан, пока нет. Всего лишь одна из догадок. Сюда было нетрудно пробраться. С нами установлены конкретные личности, ряда террористов. А вы террористы? Да, они по-настоящему. Я бы сейчас не затрагивал тему национальности террористов. Ещё два дня назад газета New York Times первой сообщила, что бандиты, скорее всего, связаны с Шамилем Басаевым. Тогда единственным доказательством был звонок от человека, назвавшего себя пресс-секретарём террористов. Он сообщил, что всю ответственность за происходящее в Беслане берёт на себя из полости ищет за изнасилование, а Ингурска — за убийство и участие в бригаде Басаева. Сегодня никто не упоминал позывные «Воин-1» или «Абу-Муслим», но их обладатель докумаров тоже мог быть среди тех, кто под перекрёстным огнём убегал из оцепленной школы. Никаких требований у них вообще не было. Задача, которая была поставлена перед этой группой боевиков, это просто захватить школу и удерживать её как можно дольше, добившись таким образом значительного общественного, международного резонанса. Российские спецслужбы по-прежнему продолжают настаивать. Захват Бесланской школы — это международная террористическая операция. Доказывая это, источники в ФСБ раскрывают известные только им детали. Из 20 убитых террористов 10 оказались арабами, один из них — темнокожий. Скорее всего, это выходцы из Аль-Каиды, а её идеолога Абу Амара Ассейфа спецслужбы называют финансистом террористической операции в России. Окутанному темнотой и дымом Беслану пока не до этого. Здесь будут созывыших из тех, кто нарушил цель. Вот это бригадание НТВ. То, что получили с Аль-Каиды, в том, что в руках спецслужбы находятся роды террористов и в складах в школу в Беслане. Об этом агентство сообщил начальник информационно-аналитического управления президента Северной Сети Леодзугаев. Проманная мир сегодня нацкоро посвящена тратическим событиям в Северной Сети. После короткой рекламы мы вернемся в Беслан. Чуть позже уже, когда развязка произошла, действительно были созданы такие группы, скажем, активные. Местные жители действительно знают друг друга, и точно будет ясно, что боевикам, если они попытаются укрыться из города, они не уйдут. Потому что, если человек его сразу же либо убирает, либо перед осадником МВС, то есть к боевикам здесь будет очень трудно. Спасибо, Алексей. Напомню, что с нами на прямой связи из Беслана был наш специальный корреспондент Алексей Бодров. И вот по самым последним данным, как стало известно, троих боевиков, бандитов, террористов удалось захватить живыми. Причем, судя по всему, одного из них действительно помогли поймать местные жители, жители Беслана, те, кто пострадал от этой террористической вывозки. Сегодня экстренно собрался Совет Государственной Думы. Было решено, что на первом пленарном заседании депутаты рассмотрят ситуацию с безопасностью в России. Спикер Борис Грызлов дал поручение до конца. Спикер Госдумы Олег Мороз заявил, что Госдума может пойти на непопулярные решения в целях повышения уровня безопасности граждан. Я процитирую. Это могут быть не очень популярные, но вполне необходимые в рамках обеспечения безопасности меры. Как пояснил вице-спикер, в частности, может идти об ужесточении паспортного контроля, режима въезда-выезда, порядка передачи транспортных средств от одного лица к другому и ряда других моментов. Морозов напомнил, что все эти ограничения вполне укладываются в рамки действующей Конституции. А теперь к другим темам. Свою солидарность с народом Северной Осетии сегодня выразил Дагестан. В Махачкале во второй половине дня начался антитеррористический митинг. А чуть раньше в Хасавюрте около 15 тысяч человек прошли молчаливо марши по улицам города. Здесь уже не выкрикивали никаких лозунгов. Люди просто молча пронесли плакаты с требованием освободить заложников и плакаты, осуждающие теракт в Беслане. Дагестан, переживший теракты в Кизлярии, в Первомайском, возможно, лучше других регионов России, понимает чувство жителей осетинского города Беслан. Если в Махачкалинских школах, вузах и ветхих садах просто увеличили количество охраны, то при граничных сечнею городов Кизлярии и Хасавюрте во дворах школы поставили бронетехнику. Нас пока неизвестно о том, кто эти люди, кто они по национальности и при каких обстоятельствах их удалось взять живыми. Это было информация о том, что от 20 бандитов уничтожено. Теперь на сети нас 6 человек из них до 22 ребенка. Эту информацию нам сообщили в противном штабе на 5 минуту нашей программы. Освободные сложности находятся только в учреждении города Беслан, в зависимости от степени ранения, отпора ранения, которые направляют другие медицинские учреждения, в частности, в статусной отсеке Владикавказ, в зависимости от профиля этого учреждения. Сейчас ведется работа по составлению поименных списков тех, кого освободили, кто находится в медицинских учреждениях. И, как обещают, эта работа будет завершена к завтрашнему утру. Но это не окончательные цифры, на самом деле освобожденных людей больше, потому что не всем нужна была медицинская помощь, и часть освобожденных заложников сейчас находится дома. Петр. Антон, я так понимаю, что мы сейчас слышали шум двигателей самолета, или это просто гроза? Да, здесь погода сегодня испортилась, и, вероятнее всего, это просто погодные явления. Объясню просто свой вопрос. В ближайшее время ожидается в прибытии в Беслан двух самолетов Вил-76, которые должны доставить необходимую медицинскую технику. Благодарю вас, Антон Степаненко. Беслан, он целый день следил за развитием событий. За первую очередь самолета отдастся до соседей заложников мирным путем, не применяя силу, не пролив ни единой капли крови. Сегодня это есть пример. Скотч оторвался, бомба упала и взорвалась. Воспользовавшись неразберихой среди боевиков из захваченной школы, часть заложников попыталась выбежать наружу. Из здания школы начали выбегать заложники. Бандит. Бандиты еще отстреливались вокруг школы, когда мужчины уже хлынули в здание спасать детей. Они говорят, что видели, как матери прикрывали детей собой, чтобы не дать расстрелять их в уклот. В специальном медицинском центре в Тель-Авиве заявили, что специалисты готовы начать работу в любой момент. Сергей Алексеев, Дмитрий Щубарев, Мария Шубина, Первый канал. Новая перестрелка. В подвале школы блокированы трое боевиков. Среди них, возможно, главарь банды. За пределами школы идет опознание погибших. Число жертв превышает 100 человек. В больницах Бесслана и Владикавказа уже более 500 раненых. В 8 вечера представители ФСБ сообщают об уничтожении 20 боевиков, половина из которых арабы и один негр. Операция, однако, не завершена. Бой с бандитами продолжается. Если есть бандиты, то защины живыми. Из-за пяти лет до молитвы возрасте раненых. У причин у людей еще в больнице превышает 1 человек, в том числе более 100 детей. У нас в студии член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Здравствуйте. Как вы оцениваете то, что произошло? Как ужасная трагедия, у которой вообще нет аналогов в мире. Таких трагедий еще не было. Я думаю, что ее содрогнулись только мы все, но весь мир. Я не знаю, это какая-то... Это даже нельзя назвать людьми этих людей, этих террористов. Это какие-то просто существа. Совет Думы сегодня после этой страшной трагедии объявил, что отзывает из отпусков членов комитетов по обороне, безопасности, законодательству, также депутатов из Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, для того, чтобы ужесточить законы, меры по борьбе с терроризмом. Что еще необходимо ужесточить? Неужели меры и законы были недостаточны? Неужели меры надо ужесточать? Сегодня достаточно законодательства. Сегодня надо какие-то иные меры. Сегодня надо принимать законы, которые предотвращают в будущем эти трагедии. Например? Например, сегодня совершенно... Это работа по изменированию, поскольку боевики буквально шпиговали в здании школы, всевозможные взрывчатки, отделения сна, право-воспобегающих порталов, средства на основном порядке, и, возможно, еще кто-то из бюджетных форумов, творится в местных жителей. И сейчас работа их спецпределения МВД, и, что особенно важно, местные жители, жители города Бесланы и Северной Осетии, очень активно помогают им в этом. И, в принципе, уже сегодня днем жителями города тоже схвачен, по крайней мере, один подозреваемый в соучастии в терроризме. Также этой ночью, конечно, врачи в детской больнице не работают в Северной Осетии. Там находятся 229 детей с ожогами, осколочными ранениями и с кулевыми ранениями. И население Бесланы и Северной Осетии дает кровь для пострадавших. И возле клуба, недалеко от школы номер один, собралось достаточно много людей, даже несмотря на дождь. Все, конечно, они ждут новостей о новых спасенных. Но вообще о количестве жертв, о новых спасенных, о большем количестве заложников можно будет говорить. После того, как все туристы будут уничтожены, будет разминировано здание школы и разобраны заводы. Вот пока... Как вы можете закрывать официальный народ, который в Бедене? Прежде на улице, в площадях, в районе, если да, то что говорят. Я так, касается Матонасской, он уже сильно отличается от того, от тех первых минут, когда началась активная перестрелка и боевые столкновения. Тогда, ну, вот люди, гражданское население просто не знали, куда идти, куда прятаться, откуда, потому что здесь, в принципе, некоторые улицы даже и простреливались. Но сейчас вот так внешне, все будет очень спокойно, паники абсолютно никакой нет. Единственное, как я уже говорил, что, в общем-то, вот люди, вот тут многие не смыкают глаз и ждут, что им скажут, может быть, сейчас будет каких-то еще заложников. Спасибо, Кирилл. С нами на прямой связи был северо-сетинский город Беслан, бывший последние три дня центром всеобщего внимания. Оттуда передавал наш специальный респондент Кирилл Леглер. Салиевой, она в сознании, как заявили врачи, с педагогом все будет хорошо. В общей сложности в больнице Владимир Путин провел около 30 минут. Потом вместе с главой Северной Осетии Александром Засоховым он направился в администрацию города, где располагается оперативный штаб. И вот что сказал президент. Северная Осетия не первый раз подвергается атакам террористов. Эта республика у нас форпост России на юге. Но эта террористическая акция даже в ряду жестоких нападений прошлого занимает особое место. Потому что объектом нападения стали дети. И поэтому, Александр Сергеевич, должен вам сказать, что сегодня вся Россия вся Россия переживает за вас. Скорбит вместе с вами. Благодарит вас. И молится за вас. Еще в Москве я сделал некоторое распоряжение по поводу дальнейших наших действий. По выявлению всех лиц, причастных к этому террористическому окку. Дал указание блокировать город. Закрыть государственную границу на участке Северной Осетии. Провести адресные проверки по выявлению всех лиц, причастных к террористическому окку. Закрыть административные границы республики. Одной из целей террористов было посеять межнациональную вражду и взорвать нам Северный Капкесс. Все, кто будут поддаваться провокации подобного рода, будут рассматриваться нами как соучастники террористического акта и пособники террористов. Я прошу всех здесь присутствующих и не стану принять исходить именно из этого. Давайте сейчас поподробнее остановимся на ситуации, поговорим о ней и наметим наши влияющие шаги. До штаба в бою погибли спецназовцы, сотрудники МВД и МЧС. По Владикавказскому военному госпиталю к этому часу находятся 18 спецназовцев, которые получили ранения в ходе операции по освобождению заложников. На совещании в Беслане президент отдельно отметил мужество и героизм этих людей. Что касается сотрудников специальных подразделений, это отдельный разговор, но с этим сомнением в Беслане. возведомленное нескольки возложностью. Добро пожаловать в все-дво, но не христианство. Во время этого я сидел в тех жестях. Я так съездил, что им все справился sobre Krleb. Он командувен в К sido- WennI dort вернулся, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Они смогли сделать все, что могли. Точнее, сделали все, что могли.